СПОНСОР ВИДЕО Всем привет! В предыдущем ролике я сказал, что он станет крайним в этом году, но у меня для вас есть еще одна интересная информация, которую вы могли не знать. Я хотел бы поделиться с вами этой историей именно сегодня. Третий том Хроник лично для меня был немного скучноват, однако местами в нем встречались неожиданные повороты даже для бывалых знатоков истории. Сегодня я расскажу вам о том, как мы во время событий Burning Crusade погрязли в абсолютно ненужной нам войне и бились не с тем врагом, в то время как настоящий враг дергал за ниточки, наблюдая за нами свысока. Простым языком, как Килджедан всех обманул. Ролик получится длинным, зато насыщенным новой для вас информацией. Когда Килджедан потерпел поражение в Нордсколе и вернулся в Запределье, он понимал, что теперь ярости Повелителя Демонов ему точно не избежать. Скрываться больше не было смысла. Килджедан пошлет за ним армию — это лишь вопрос времени. И потому настало время наконец открыто объявить войну Легиону. Иллидан имел необходимые ресурсы и огромную армию. Да и его личная элита — охотники на демонов — были полностью готовы себя проявить. Килджедан назначил Верховного Лорда Круула командовать операцией по устранению самопровозглашенного Владыки Запределья. Но прошли бы месяцы, прежде чем Круул собрал достаточно демонов для войны с ним. Килджедан опасался, что Иллидан вновь успеет атаковать Легион, прежде чем Круул начнет полноценное наступление. Ждать было нельзя. Килджедану требовалось другое оружие, и он его нашел. Одержимость Иллидана войной против Легиона и стала его слабостью. Он принял магию скверно и оттолкнул от себя народы Азерота. Они не видели различий между ним и демонами. Они видели в нем чудовище. Если Орда и Альянс прознают, что он взял под контроль Запределья и набрал армию, большая часть которой питает кровь демонов, то они его остановят. Потому повелитель демонов и искуситель, что никогда не делал работу своими руками. Опыт его соратника Архимонда показал, что это неэффективно. Пока этот план обретал очертания в его разуме, он попутно думал о возможности самолично проникнуть в Азерот. Последний мощный источник, что привел демонов в этот мир во время войны древних, был уничтожен. И во всем мире трудно было найти подобную субстанцию, а на масштабные ритуалы не было времени. Однако один такой источник был, воды которого являлись частью самого источника Вечности. И эта родственная энергия была способна привести повелителя демонов в Азерот – солнечный колодец. Во время Третьей войны он был уничтожен Кельтасом, но слуги Легиона, что приняли облик высших эльфов, смогли проникнуть в самые потаенные уголки Кельталаса и выяснить, что энергия колодца не умерла, а была собрана в человеческой девочке Анвини Тик. Она была ключом к возрождению будущего портала для Килджедана. И оставалось лишь добиться того, чтобы она выполнила свое предназначение. И тогда в голове Эридара все нити сплелись в один большой клубок. Пока объединенная армия Азерота отправится в Запределье и начнет войну с Элиданом, их собственный мир останется беззащитным. И это самая лучшая возможность тайно, а главное беспрепятственно сюда проникнуть. И все это играло на руку Килджедану. Подле Элидана находился приближенный слуга, принц Кельтас, внутри которого давно зрело семя сомнения касательно своего предводителя. И что самое прекрасное, Кельтас был жаден до могущества. Он определенно не упустит возможность вобрать в себя новые силы и утолить жажду своего народа. Килджедан продолжил наблюдать за ним и выжидать, пока принц не окажется на пике своих душевных терзаний, чтобы помочь ему сделать правильный выбор в свою пользу. Пришло время привести первую часть плана в действие. Лорд Круул вместе с большим отрядом достиг Запределья и укрепился возле Темного Портала. Тем временем Килджедан обратился к лорду Казаку, самому могущественному демону в Азероте, и попросил собрать все силы региона и направиться к Темному Порталу. Казак подчинился. Усилиями двух предводителей демонов с каждой стороны Темный Портал был восстановлен и открыт вновь. Казак шагнул по ту сторону и возглавил Легион в Запределье. Он был легендарной фигурой, и демоны питали к нему больше страха и уважения. Круул же, напротив, перешел в Азерот и выполнил следующий приказ Килджедана. Напасть на столицы Орды и Альянса, но не с целью уничтожения, а для того, чтобы расшевелить их и спровоцировать на ответные действия. Так владыка судебой демоны атаковали Штормград и Аргримар. И это событие стало ивентом при патче Burning Crusade, когда игроки отражали нападение Легиона. Круул должен был сыграть отступление, дать понять защитникам, что они побеждают, и медленно отводить их в сторону Темного Портала. Они поджимали его до самого Темного Портала. Тогда владыка судеб надеялся на подкрепление от Килджедана, но повелителю больше не было до него дела. Он выполнил свою миссию. Так герои свергли командира Легиона в Азероте и устремили свой взгляд за Темный Портал. Фракции собрали большие экспедиции и начали масштабную войну в Запределье, первым делом воюя с орками на полуострове Адского Пламени. Вскоре они прознали о владыке Запределья, или Дане. И все, что они увидели вокруг, наги, кровавые орки, демоны, умирающий мир, внушили в них правоту. Да и сам Элидан не пытался отмазаться, а напрямую высмеял их, сказав, «Вы не готовы!» и отправив войска задержать их. Все, как и хотел Килджедан. Однако, повелитель демонов был раздосадован тем, что эльфы крови вступили в Орду. Это в какой-то степени умертвляло их лояльность. Но неважно. Кельтас был готов. Килджедан обратился к нему и предложил невиданное могущество, власть, утоление жажды и все, что только можно было наобещать в обмен на создание моста между Аргусом и Азеротом с помощью солнечного колодца. К сожалению, Кельтас потерпел поражение в крепости Бурь, но позже был возрожден с помощью Кристалла Скверны. Все это негативно сказалось на плане Килджедана. Армия эльфов была повержена, а на возрождение падшего принца и приготовление ушло много времени. К тому моменту армия Азерота уже добралась до Элидана и свергла его, освободив запределье. Действовать нужно было немедленно. Усилиями Лортемара королевство эльфов было восстановлено и хорошо защищено. Но самое главное — солнечный колодец возрожден. Если бы Кельтас был жив, он бы смог спокойно вернуться и убедить правящего лорда в необходимости создания моста. Но опять же это время, а в данный момент принц имел внешний вид абсолютно не вызывающий доверия. Тогда пришлось просто пойти в лобовую атаку. Принц вместе со своими павшими слугами и армией демонов атаковали остров Кельданас, захватили в плен Анвину и заняли террасу магистров и плато солнечного колодца. С его помощью они призвали в этот мир уже несколько могущественных демонов. Но для прихода Кельджедана нужно было больше времени. Повелитель демонов ожидал, что не встретит никакого сопротивления. Однако Лортемар уже успел сообщить о надвигающейся угрозе Орде. Вместе герои, вернувшиеся из-за пределья, направили все свои силы на подавление восстания Кельдаса. Наконец, добравшись до самого солнечного колодца, они сразились с Кельджеданом, что, наконец, спустя столько лет лично появился в этом мире. Герои бились до последнего, но даже их сил не хватало, чтобы ему противостоять. Он был слишком силен. Тогда девочка Анвина Тик в местилище силы колодца пожертвовала собой и вызвала ментальный взрыв, что оборвал мост между мирами. Кельджедана воронкой затянула обратно в мир Легиона. Война была окончена. План Повелителя демонов хоть и был гениален, но провалился. Пророк Велин боялся, что однажды он вновь воспользуется солнечным колодцем и повторит свой приход. Велин очистил воды колодца силами Святого Света и тем самым даровал эльфам крови исцеление, несмотря на то, сколько боли причинил принц Гельдренеем в Запределье. Разъяренный Келджедан вновь потерпел поражение. Но, по крайней мере, он избавился от Элидана и мог на долгое время забыть о попытках охотника на демонов уничтожить Легион. А мы с вами потратили множество сил на войну со своим же будущим союзником, что пытался положить конец нашему настоящему врагу. Вот таким образом Келджедан всех обманул. Воистину искуситель, если бы только его слуги не были такими идиотами. А на сегодня все. Понравилась ли вам эта история? Пишите в комментариях, что думаете обо всем этом коварном плане. Спасибо за просмотр. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова